Кобьёк Алексея и Дмитрия Страшкова. Простите, а как вообще смогли увидеть все эти классы, электроны? Как этот эксперимент доказывает? Давайте я расскажу. Есть такой эксперимент Резерфорда в 1905 году. В этом эксперименте Резерфорд доказал, что когда только атомы открыли, еще не знали на самом деле их структуру, просто знали, что там есть электроны в каком-то виде. По-моему, всё. Он брал одни частицы, альфа-частицы, и пускал их по атому. У него была такая тоненькая золотая фольга, и он прямо на эту фольгу пускал частички. И смотрел, на какой угол они отклоняются. Классической физике мы верим. Тогда была классическая физика. Эта классическая физика предсказывает о том, что тот закон, по которому будут частицы отклоняться за счет электрического притяжения или отталкивания, когда они пролетают друг мимо друга. Этот закон четко предсказывает, какая будет картина рассеяния. Называется рассеяние, когда частицы отклонятся в разные стороны. В зависимости от конкретной модели атома, в зависимости от конкретного устройства. Например, если атом рыхлый, то они будут лететь вперед и отклоняться на маленький угол. Если же атом, как оказалось, имеет очень маленькое, очень компактное ядро в центре, то картина будет совсем другая. То есть то, что экспериментаторы видят, они видят картину, на как угол разлетелись частицы. И после этого, уже пользуясь законами классической электродинамики, они восстанавливают структуру этого атома. С точки зрения эксперимента в протоне почти то же самое. Единственное, что там, конечно, формула сложнее. Но конкретно в Кларке лучше всего видеть таким способом. Если вы сталкиваете два протона, то в зависимости от энергии у вас получаются разные картины. Если энергия протонов небольшая, то просто протоны разлетаются и все. Если энергия чуть-чуть, скажем, если скорость близка к скорости света, но не сильно близка, то в результате получается так, что у вас может рождаться пара частиц. Это все исследовалось, но этим способом структуру протон определить сложно. Можно определить его свойства, как они друг с другом взаимодействуют. Для того, чтобы увидеть маленькую структуру, надо разгонять частицы все сильнее и сильнее. Просто потому что, как в микроскопе, при этом становятся видны все более мелкие расстояния. И когда сталкиваешь друг с другом частицы, протоны с энергией, которая, например, в 50-100 раз превышает их энергию покоя, то получается так, что эти кварки могут столкнуться и резко разлететься. Когда они разлетаются, то получается такая струя. Это струя, это поток частиц, который идет примерно в направлении исходных кварков. То есть так вот идут кварки, стукаются, разлетаются. В результате в эксперименте мы видим поток частиц в эту сторону, поток частиц в эту сторону. Никакими иными способами, кроме как предположения на том, что там есть такой компактный маленький объект, который очень близко подошел и очень сильно оттолкнулся, мы не можем это описать. То есть, может быть, некоторые люди могут всю физику полностью переписать, но, к сожалению, пока такой иной теории нет. Ну, есть и другие разнообразные способы, как определить наличие кварка в протоне. Например, если протон неподвижный, то у него есть такие статические свойства. То есть у него есть свойства просто неподвижного протона. Ну, масса это понятно, масса она и так. У него там могут быть спин. Спин это квантовая такая вещь. У него есть магнитный момент. У него есть несколько характеристик, которые можно экспериментально измерить с высокой точностью, причем не только в протоне, но и в других частицах такого типа. И оказывается, что если применить эту простую кварковую модель к неподвижному протону, то вроде получается очень похоже на то, что в реальности мы и наблюдаем. Ну, есть, на самом деле, еще третий, четвертый тип экспериментов и так далее. То есть на самом деле эти кварки, здесь, конечно, все тонко, потому что кварки, которые находятся в неподвижном протоне, это одни кварки, а кварки, которые находятся в быстродвижущемся протоне, они уже совсем другие объекты. Это все очень непросто, но вы не обращайте на это внимания. То есть просто поверьте, что на самом деле из разных экспериментов складывается вот такая картина, что есть компактные частички, которые связаны разными силами. И это все погружено в такое глионное облако. То есть картины какой-то другой, которая также хорошо описывает экспериментальные данные, только очень много. К сожалению, нет. К сожалению, потому что, конечно, интересно было бы, если бы получилась совсем другая картина, которая тоже также хорошо описывала бы все это дело. И так далее. И так далее. И так далее.